Меня зовут Тимофей Баженов и я пытаюсь разобраться в том, как устроен мир. И сегодня речь пойдет о самом главном – о ракетах. В средневековом Китае примитивные ракеты делали из бамбука и пороха. Сегодня гиганты из огня и металла способны уничтожить планету, покорить космическое пространство. По какому принципу летают эти многотонные монстры? Какие российские разработки считаются лучшими в мире? Чем кормить летучие корабли? И неужели наши далекие предки уже умели строить ракеты? Будут ли цвести на Марсе яблони? И что об этом знает современная наука? И вообще, куда мы летим? Давайте разберемся прямо сейчас. Смотрите, как устроен мир. Самые дорогие, самые современные, самые опасные и самые засекреченные ракеты. Носится по воздуху в такой скорости, что практически ее можно обнаружить, отследить невозможно. Правда ли, что их запускали еще несколько тысяч лет назад? Оно описывается как огненная стрела, которая обладает огромной разрушительной силой. На что способны энтузиасты из гаража? Можно ли из пластика и палок сделать настоящую ракету? И неужели самоделки способны реально полететь в открытый космос? Твердое и жидкое ракетное топливо. Чем в будущем станут заправлять космические корабли? И есть ли перспективы у ядерных двигателей? Ведутся большие исследовательские и практические работы. Как режим невесомости влияет на организм человека? Что вообще со здоровьем у космонавтов? Нужно постоянно, каждый день обязательно поддерживать свой организм, вести тренировки. Обо всем этом прямо сейчас в программе «Как устроен мир». Люди всегда стремились покорить небо. И в наше время это вполне реально сделать при помощи подручных средств. Например, консервной банки. Или любительской ракеты из пластиковой бутылки. Когда есть воображение, запустить в небо можно даже реактивную спичку. А эти весельчаки отправили к звездам огромную бутылку с популярным газированным напитком. Впрочем, эти ракеты-шутихи – дело рук совсем уж доморощенных самоделкиных. Есть любители и посерьезнее. Трудно поверить, но эта ракета была собрана не по заказу космического агентства. Эту самоделку произвели на свет инженеры-любители для участия в ежегодном популярном конкурсе. Вес изделия всего 145 килограммов. За 92 секунды эта малютка поднялась на высоту почти 37 километров. Судя по всему, всех этих самоделкиных вдохновляют видео посерьезней. Например, вот это. Ангара. Семейство современных российских ракет-носителей как легкого, так и сверхтяжелого классов. Эти гиганты способны поднимать на околоземную орбиту до 38 тонн полезного груза. Это вызывает уважение. Ведь в современной космонавтике на счету каждый грамм. Меня зовут Тимофей Баженов, и я пытаюсь разобраться в том, как устроен мир. Мощная многотонная ракета способна доставить на орбиту совсем немного полезного груза. Не больше 5% от ее общего веса. При том, что ее масса на 90% состоит из топлива. А оно сгорает при взлете. Самые легкие ракеты могут поднять всего несколько килограммов, а сверхтяжелые – десятки тонн. Но при этом сами они весят несколько сотен тонн. Такие ограничения очень усложняют освоение космического пространства. Мало груза и тот навес золота. Вот так устроен мир. Ангаре пророчат звездное будущее. Возможно, именно она позволит России оставаться лидером среди космических держав. Ракета-носитель «Ангара» планировался на замену широко известной ракеты-носителю «Протон». Ракета «Заслуженный Протон». Эксплуатируется давно, 60-х годов. Но у нее есть два недостатка существенных. Все-таки этот ракета-носитель стартует не с территории Российской Федерации. Второй недостаток «Протона» – это использование высокотоксичного топлива. Ну и, соответственно, возможные проблемы с экологией при аварийных пусках. Вот «Ангара» изначально этих двух недостатков, основных недостатков, была лишена. Если небеса будут благосклонны, то в 2030 году на поверхность Луны впервые ступит нога российского космонавта. Долгое время для лунной экспедиции планировалось использовать другую сверхтяжелую ракету – «Енисей». Это ракета сверхтяжелого класса. Она еще грузоподъемнее, чем «Ангара». И планируется к использованию в российской лунной программе для доставки космического корабля «Федерация» к Луне. Но похоже, что в лунной программе нас ожидает союз двух великих рек. Так как недавно Совет по космосу Российской Академии Наук предложил включить в лунную программу и «Ангару». Лунная программа – это не единомоментный какой-то разовый полет. Лунная программа – это такая развивающаяся система. И начать лунную программу мы действительно хотим с использованием максимального задела по «Ангаре». Причина очень простая, потому что «Ангара» летает, «Ангара» есть, и она уже подтвердила свою надежность двумя успешными пусками. Освоение космоса – это сложная и дорогостоящая задача. Каждая страна стремится застолбить за собой лунные земли, но по-хорошему работать нужно сообща. Прекрасный пример – Международная космическая станция. Давайте просто задумаемся, что килограмм груза на орбите Луны стоит в 15 раз дороже килограмма груза на орбите Земли. И поэтому корабль Луны, он весит 21 тонну, 22 тонны, 24 тонны, разные модификации. А околоземный союз наш, например, 7,5 тонн, то вы понимаете, что это не союз, доставляемый на орбиту Луны. Это корабль гораздо более мощный по энергетике. Меня зовут Тимофей Баженов, и я пытаюсь разобраться в том, как устроен мир. Самой мощной, большой, тяжелой и грузоподъемной ракетой в мире до сих пор считается «Сатурн-5». Именно эта модель использовалась в миссии «Аполлон» для доставки астронавтов на Луну. Аппарат был разработан виднейшим ученым Третьего Рейха, который после поражения Германии во Второй мировой войне поступил в правительственную службу США. Правда, использование «Сатурна-5» было настолько дорогим, что высасывало из американского бюджета все соки. Поэтому после лунной программы его благополучно забыли. Вот так устроен мир. Впрочем, существование «Сатурна-5» вызывает большие вопросы. В 60-х годах прошлого века этого монстра презентовали как мега-мощную и невероятно современную ракету. Она якобы смогла доставить астронавтов на Луну. Но только получается странное дело. Слетали шесть раз на спутник Земли и поставили такую невероятную технологию пылиться в гараже. После лунной программы «Аполлон» «Сатурн-5» больше не летал ни разу. Его сняли с эксплуатации, а взамен стали развивать программу «Спейс-Шаттл», которая и стоила дороже, и взлетала хуже. Никакой вам больше Луны. Продолжаем топтаться на околоземной орбите. На вопрос, почему больше не летаете на «Сатурне-5», американские специалисты отвечают. Технология изготовления утерян. Кстати, ракету собирало слишком много субподрядчиков, многие из которых уже закрылись, а с ними канула в лету и техническая документация. И это к аппарату, который якобы отправил человека на Луну. Какие-то ненадежные у них технические архивы. Правда, в 2013 году инженеры НАСА постарались реабилитироваться и якобы снова собрали двигатель «Ф-1». Тот самый, на котором, говорят, стартовала суперракета. Но только в новую ракету его почему-то не стали ставить. Сфотографировались на фоне своего детища в выглаженных рубашках и снова убрали с глаз долой. Уж извините, но после всего этого лично для меня вопрос о том, были ли американцы на Луне, остается открытым. Кстати, в интернете можно найти видео, где какие-то американские патриоты обиделись на то, что кто-то сомневается в реальности лунной программы Соединенных Штатов Америки. Они собрали уменьшенную копию «Сатурна-5», якобы по чертежам, которые гуляют в интернете. Интересно, как они это сделали? Ведь технология официально утеряна. Тем не менее, ракета полетела. А значит, миссия «Аполлон» была. Вот такие доказательства. Несмотря на всю сложность космических технологий, ракета — это один из самых простых летательных аппаратов. В основе школьная физика. Не более того. Третий закон Ньютона работает. Действие равного противодействия. Грубо говоря, сколько мы с чего-то отдали или от чего-то оттолкнулись, с той же силой мы двигаемся в противоположную сторону. Принцип действия реактивного двигателя заключается в том, что его камера замкнута со всех сторон, кроме одной. Топливо сгорает и образует рабочий газ, давление которого давит на стенки и спокойно выходит через сопло. Это и толкает ракету вперед. Сфера применения этой незамысловатой конструкции очень разнообразна. От самого простого фейерверка до космоса и боевого оружия. Есть два вида ракетного топлива — жидкое и твердое. Жидкое топливо от самолетов реактивных до ракет использует там разные смеси. Такая более-менее экологичная смесь — это смесь жидкого кислорода с жидким водородом. Она эффективна, имеет низкую удельную массу и хорошую энергию. Твердое ракетное топливо может гореть без доступа к нему кислорода, и это огромный плюс. Его делят на двухсоставные и смесевые. Чаще всего первые — это дуэт нитроцеллюлозы и нитроглицерина. У вторых бывает разный состав. Еще не так давно в смесевом топливе присутствовал старый добрый порох. Стоит добавить, что твердотопливный двигатель проще в изготовлении и обслуживании. А вот жидкостный — это огромное количество труб и агрегатов. Жидкое топливо и взрывается чаще. Безусловно, у жидких топлив типа жидкого кислорода и водорода, как мы знаем, они очень опасные. То есть достаточно маленькой искры и взрыв. Были примеры, вот как раз то, что у американцев тогда случилось, когда куча-куча ракет, мы знаем, при испытании взрывались, и даже вместе с космонавтами. В любом случае жидкое и твердое топливо эффективны только для полетов на околоземной или, в крайнем случае, на лунной орбите. Это химические ракеты. Они не позволяют нам достигать больших скоростей. А это значит, что в ближайшие десятилетия мы дальше Венеры, дальше Марса улететь на них не сможем. До Марса, например, лететь там 7-8 месяцев. До Венеры 6 месяцев. Туда 6, обратно полгода там. Это 3-4 года экспедиция. Ну, это нереально. До дальних планет нашей Солнечной системы это десятки лет надо лететь. С такими скоростями мы не сможем освоить и исследовать даже нашу Солнечную систему. Возможно, эту проблему могут решить ядерные двигатели. Разработки велись еще в 50-х годах прошлого века, как в Советском Союзе, так и в Америке. Но до сих пор ни одна ядерная ракета так и не покинула поверхности Земли. Перспективность ЕРД, ядерных ракетных двигателей, давно обоснована, доказана. И ведутся большие исследовательские и практические работы. Я думаю, что если ядерный ракетный двигатель будет изобретен и реализован, то как раз путешествовать на большие расстояния можно будет именно на термоядерных двигателях. Но с ядерными двигателями надо быть осторожнее. И применять их только тогда, когда технология будет проверена на безопасность. Нужны гарантии, что ракета поднимется в космос и полетит дальше, а не упадет на Землю, устроив локальный апокалипсис. Потому что летающий ядерный реактор – это в какой-то степени небольшая атомная бомба. Есть еще одна технология, у которой ученые видят большой потенциал – ионный двигатель. Он будет состоять из электрического генератора, создающего сильное электрическое поле. Положительно заряженные ионы газа при попадании в поле разгоняются до космических скоростей и затем выходят через сопла. Таким образом появляется тяга, которая будет толкать ракету вперед. В общем-то, одни плюсы. Кроме одного, то, что он достаточно слабый для того, чтобы преодолеть земное притяжение и вывести ракету на орбиту. Возможно, эти ионные двигатели будут когда-то доработаны, повысится их мощность, но на сегодняшний день их могут использовать и уже используют как для подруливания. Пока что ионные и ядерные двигатели – это планы на будущее. Это видео с огневого испытания нового жидкостного двигателя РД-191 для ракет-носителей «Союз» и «Ангара». Будущий космический извозчик работает на керосине и жидком кислороде, что делает его одним из самых экологичных в мире. Российский двигатель РД-191 называют лучшим в мире, возможно, потому что он был одним из первых. Он является нетоксичным, топливо там нетоксичное. И он такой надежно себя зарекомендовал во многих пусках. А это коллега РД-191, РД-171. Тоже работает на паре. Керосин, жидкий кислород. Но предназначен в том числе для сверхтяжелой ракеты «Енисей». Той самой, что должна полететь на Луну. Двигателей мощнее и практичнее этих двух в мире пока нет. Если все оставшиеся испытания закончатся удачно, то внедрение таких двигателей будет означать начало новой эры в космонавтике. Высокое качество российских двигателей давно признано на международном уровне. К примеру, уже более 20 лет Америка закупает наши аппараты РД-180 и РД-181. У американцев таких двигателей сейчас практически нет. Причем, что интересно, что в тяжелые 90-е годы наши, когда заключали с американцами договор на поставку им этого двигателя, РД-180, нужно было передать американцам технологию производства этого двигателя. И они попробовали у себя организовать производство этого двигателя и не смогли. И поэтому они до сих пор, вот уже 10 лет покупают у нас этот двигатель. Еще на 2-3 года у нас есть заказы на него, но они пытаются сделать нечто подобное, чтобы его заменить. В течение 20 лет Вашингтону уже продали 116 единиц. Они купят еще больше. В новом пакете санкций американские законодатели предусмотрительно оговорили то, что ограничения не должны затрагивать сотрудничество в космической отрасли. Потому что без наших двигателей действительно никак. Что неудивительно, ведь за всю историю эксплуатации они ни разу не подвели ни одной аварии. Меня зовут Тимофей Баженов, и я пытаюсь разобраться в том, как устроен мир. Альтернативой космическим ракетам были американские спейс-шаттлы и советский корабль «Буран». Увы, «Буран» поднялся в небо всего один раз. А вот шаттлы долгое время снабжали американскую часть МКС. Правда, их было всего 4 штуки. Две из которых, «Колумбия» и «Челленджер», потерпели крушение и погубили свои экипажи. Оставшиеся два уже десяток лет покрываются по небу. Кстати говоря, все американские ракеты взлетают на наших двигателях РД-80. И если этих двигателей у американцев не будет, не будет и американской космонавтики. О каком вообще лунном полете может идти речь, если они не в состоянии запустить ни одной ракеты? Нам рассказывают про Илона Маска, про всевозможные его достижения. Но на самом деле достижений никаких нет. А если бы они были, то мы бы про это знали, поверьте, и не из прессы. Логично было бы всем космическим державам объединиться, создать кооперацию, сделать это вместе заодно и помириться, если какие-то конфликты, разногласия есть. В космосе не говорят о политике, потому что на МКС различные экипажи, люди из различных стран. И каким бы ни были отношения этих стран на Земле, в космосе все выглядит по-другому. Даже есть такой феномен психологический и психический, называется эффект обзора. Каждый, кто смотрит на Землю из космоса, понимает, что мы один человеческий род. Между нами не может быть вражды и войн. Мы должны оберегать друг друга и нашу планету. Меня зовут Тимофей Баженов, и это по-прежнему чудо-передача «Как устроен мир». Я езжу по всей планете и ищу все самое интересное и необычное, чтобы рассказывать вам об этом. Но я уверен, что вам тоже есть о чем рассказать. Если вы сняли любопытное видео и хотите, чтобы этот ролик вошел в мою программу, пишите на почту «Как устроен мир. Дефис 4. Собака. Яндекс. Ру». Давайте вместе разбираться в том, как устроен мир. Ракета из бамбука. Как она была устроена? Это очень прочная древесина, хотя бамбук – это не дерево, это трава. Что происходит с организмом космонавта на орбите? И насколько опасна невесомость? Правда ли, что возвращение на Землю может быть очень болезненным? Это большая нагрузка на органы дыхания, на сердечно-сосудистую систему. А также, как искусственный спутник перевернул всю нашу жизнь? Обо всем этом через минуту в программе «Как устроен мир». От создания самой примитивной ракеты до знаменитого «Гагаринского поехали» прошло по меньшей мере две тысячи лет. Существует предположение, что некое подобие ракеты еще в IV веке до н.э. разработал древнегреческий философ Архит Таренский. Речь идет о деревянном летающем голубе. Впрочем, больше это похоже на легенду. Всегда перевод с одного языка на другой язык, с одной культуры языков. На другую культуру он теряет какое-то, или добавляет что-то из современного, или убирает из прошлого. И там, на самом-то деле, перевод, она просто летела с помощью какого-то воздуха. И перевод до сих пор, так сказать, можно интерпретировать, что это был сжатый воздух из птицы, или это была правильно сконструированная птица, которая имела определенное качество и могла просто лететь, планировая. Не было технологии, чтобы дать в деревянное, герметичное пространство воздух. Очень много составляющих, которых на тот момент не было. Большинство историков считают, что первые ракеты появились в Китае. Около двух тысяч лет назад, во время правления династии Хань, изобрели порох. А вот чему можно придать относительную герметичность, так это бамбуку. Пожалуй, благодаря ему ракеты и появились. Дорогие друзья, вы когда-нибудь ходили на рыбалку? У вас была бамбуковая удочка. Ну или, может быть, у ваших стариков были бамбуковые трости. Вы думаете, что бамбук – это нечто вот такое? А, но вот какое. Это бамбук дендроколамус. Это очень прочная древесина, хотя бамбук – это не дерево, это трава. Но вот эта одревесневающая травянистая субстанция, она очень прочная и с двух сторон закрыта. То есть в бамбуке есть перегородки. Туда напихивали порох, поджигали, кидали, и раздавался страшный взрыв. Ну а фейерверки делались из неначиненного бамбука, который называется бамбуса. Вот эти бамбусы достаточно кинуть в огонь или просто поджечь куртину. И начинается такая феерия, что в честь него, этого праздника огня, и назвали феерию фейерверком. Трескается он, взрывается, воздух расширяется, пар расширяется, искры во все стороны. Треск такой, что только держись. Бамбуковые трубки набивали порохом и поджигали. Цилиндр взлетал в небо и красиво взрывался. Это была услада для уставших глаз императора и его приближенных. Меня зовут Тимофей Баженов, и я пытаюсь разобраться в том, как устроен мир. Как известно, китайцы использовали ракеты в первую очередь для развлечения. Однако, довольно скоро военные чины в Поднебесной сообразили, что шутихи могут стать отличным оружием, и противникам можно не только напугать, но и поджечь. Старинные китайские манускрипты сообщают о применении ракет в морских баталиях. Ракеты даже привязывали к стрелам, что увеличивало их радиус действия. Вот так устроен мир. В индийских хрониках древних, в таких текстах, как Махабхарата, Рамаяна, Вишнапуран и так далее, описывается много раз некое оружие, которое называется брахмастра, пашупата. Оно описывается как огненная стрела, которая обладает огромной разрушительной силой. Поэтому, конечно, в современном понимании ракета лет или какой-то другой летательный аппарат, сейчас сказать сложно, но по аналогии, конечно, на ракету похоже. Уважаемый индийский ученый в области неорганической химии недавно заявил, что бог Вишну действительно использовал в боях управляемые ракеты. Также ученый муж считает, что все физические теории Ньютона и Эйнштейна ошибочны. Что связано с Махабхарат? Честно говоря, к этому эпосу у меня большие вопросы и претензии, да, потому что, опять же, я возвращаюсь к тому, что перевод, раз, древний санскрит, современный русский. Это два разных мира. Справедливости ради нужно отметить, что ракеты в Индии появились действительно довольно рано. Правда, уже в нашу эпоху. Когда британцы пришли в Индию, они не ожидали сколь-либо серьезного сопротивления. Но вдруг европейцы неожиданно поняли, что их обстреливают самыми настоящими ракетами. Еще до английского завоевания индийцы знали, как делать ракеты. Их технология была даже более совершенной, чем китайская. Корпус делали не только из бамбука, но и из листового железа. Правда, грозное оружие не спасло страну от английской оккупации. Европейцы одержали победу и захватили образцы оружия противника, что помогло британцам в будущем сконструировать уже свои боевые ракеты. Вот так устроен мир. Сегодня Индия действительно входит в число космических держав. Наравне с Россией, Америкой и Китаем. У Индии есть также своя космическая программа. У них есть свои астронавты. Их называют гагонавты. Они также оказывают услуги для других стран по выводу спутников на околоземную орбиту. И в 21-м году они планируют свой первый пилотируемый полет в космос на своем собственном космическом корабле. Индия — одна из немногих стран, которая имеет мощности для самостоятельного запуска спутников. И даже отправляла межпланетные исследовательские станции к Луне и Марсу. В свою очередь соседний Китай уже вошел в клуб космических держав, способных запускать и пилотируемые миссии. Особенность китайской космической программы в том, что они как раз самодостаточные, независимые. И у них много своих разработок, в том числе свой космический корабль, своя станция орбитальная. У Поднебесной много собственных ракет-носителей. Есть даже сверхтяжелые. Также Китай запускал исследовательскую станцию на Луну и первым в мире умудрился посадить аппарат на темную сторону спутника. Константин Циолковский говорил о возможности применения реактивных устройств еще в конце 19 века. За окном у гения ездили конные упряжки, попахивало навозом. А он уже рассуждал о покорении космоса с помощью фантастических на тот момент технологий. Человек просто сидел, думал, да? То есть у него же не было институтов, фабрик, заводов, полиходов. Он просто подумал, подумал и правильно все придумал. Мозги сильные, эти штуки. Труды мыслителя не пропали даром. Его дело продолжил Сергей Павлович Королев. Сергей Павлович с самого раннего возраста знал, чем он хочет заниматься в жизни. Тут редкий случай, не так много таких примеров в истории. И он с детства заболел авиацией, а в совсем, в общем, юношеском возрасте, он, ознакомившись с трудами Константина Эдуардовича Циолковского, он решил заняться освоением космического пространства и понял, что вот для него полеты в космос – это цель всей его жизни. Первой ласточкой стал искусственный спутник Земли, который успешно запустили на орбиту 4 октября 1957 года. В нем находился радиопередатчик, который позволял любому принять сигнал с орбиты и отправить на орбиту свой. Первый спутник, конечно, покорил. Плюс очень красивый изделие. Мы очень гордимся, что это наш дедушка. Скажу честно, это фантастическое ощущение понимать, что твой человек – один из тех людей, который реально изменил мир. Мы сейчас разговариваем по телефону, в общем, с использованием тех технологий спутниковых, которые строил и прогнозировал мой дедушка Сергей Павлович, наш дедушка Сергей Павлович Королев. Но главное событие в жизни Королева – полет Юрия Гагарина в космос на корабле «Восток-1». Как встречала страна информацию о первом спутнике. А потом, как она встречала Гагарина. Это же фантастика. Вся Москва, собственно, вся страна вышла на улицы с плакатами «Космос наш! Ура! Вперед к звездам!». Не было такой жесткой безопасности на тот момент. Все выходили на улицы. Гагарина везли по улицам практически на следующий день после его прилета с точки посадки в открытой машине в кабриолете. Рядом в кабриолете ехал Хрущев. Их встречали люди, забрасывали цветами. В общем, это совершенно потрясающе. Это был воистину вот такой всенародный праздник. И до сих пор День космонавтики остается очень-очень любимым праздником. Для Королева этот успех не был пределом. Надо сказать, что еще до полета Гагарина он составил целый план по освоению Солнечной системы. И для полета на Луну была готова ракета, которая называлась «Н-1». Огромная ракета с большим количеством двигателей. К сожалению, при жизни Сергея Павловича запуск не случился. Это случилось уже после того, как он погиб. Ракета взорвалась. И последующий главный конструктор, он, в общем, наверное, испугавшись ответственности, приказал не только разрушить второй экземпляр этой ракеты, но еще и разрушить всю документацию. Странное, на мой взгляд, решение, потому что у Советского Союза был большой задел и был большой план по доставке людей на Луну. При взлете ракеты-носитель развивает огромную скорость – несколько километров в секунду. Это сильный стресс для организма космонавта. От таких перегрузок у человека могут начаться проблемы с сердцем или даже наступить слепота. Те же самые силы влияют на космонавтов, что и на нас, когда мы летим в самолете, только в большей степени. Естественно, в самолете мы их не так ощущаем, хотя там перегрузки-то, конечно, на порядок меньше, чем при запуске космической ракеты. После прибытия на орбиту космонавты несколько дней привыкают к невесомости. При полном отсутствии веса меняется кровообращение. Заметно снижается нагрузка на конечности и позвоночник. В течение 10 дней примерно проходит адаптация, и дальше уже нужно просто поддерживать свой организм. Нужно, во-первых, заниматься на беговой дорожке обязательно, чтобы была нагрузка на опорно-двигательный аппарат, чтобы мышцы не атрофировались, чтобы костное вещество не вымывалось из костей сильно. То есть нужно постоянно, каждый день обязательно поддерживать свой организм, вести тренировки. Возвращение на Землю – процесс действительно опасный и может привести к необратимым последствиям. Если он, например, по какой-то причине неуправляемый, баллистический, то есть корабль просто падает, тогда перегрузки могут достигать 8-9G. То есть вес человека кратковременно увеличивается в 8-9 раз. Это большая нагрузка на органы дыхания, на сердечно-сосудистую систему, сужается угол зрения. В общем, воздействует на весь организм комплексно. И, конечно же, космонавты готовятся к таким перегрузкам. Они проходят тренировки на центрифуге, в центре подготовки космонавтов. Они к этому уже готовы. Чтобы минимизировать возможные последствия во время полетов, космонавты надевают специальные противоперегрузочные костюмы. Они давят на тело человека и улучшают кровоснабжение головного мозга. Меня зовут Тимофей Баженов, и я пытаюсь разобраться в том, как устроен мир. Если верить легендам, первая попытка исследовать космос была предпринята еще в Древнем Китае. Некий чиновник захотел изучить небеса. Для этого он привязал к креслу воздушных змеев, обложил себя пороховыми ракетами. И, по одной из версий, этот исследователь сгорел на месте. Хотя есть у легенды и поэтические вряды продолжения. Якобы мужчина все-таки оторвался от земли и исчез в небесах. После чего его больше никто никогда не видел. Кстати, уже в наше время именем китайского отважного исследователя назвали один из кратеров на Луне. Вот так устроен мир. История покорения космоса имеет и трагическую сторону. Во время полетов или подготовки к ним погибло более 300 человек. Самые известные трагедии – это крушение американских шаттлов, Челленджер и Колумбия. Субтитры создавал DimaTorzok Американцы. Вот это реальные вещи, которые люди погибли во время космических полетов. Самая большая трагедия – это взрыв ракеты на стартовом столе, когда загорелся это топливо, и очень много людей погибло. И, понятное дело, не было рекламентов о том, как заправлять ракету и сколько вокруг нее должно быть людей. Речь идет о пожаре на космодроме Плесецк. Всего за полгода до полета Гагарина. Были запланированы испытания межконтинентальной баллистической ракеты Р-16. Специалисты предупреждали, что аппарат требует серьезных доработок. Но было принято решение доработать ракету уже на старте. Увы, произошел нештатный запуск двигателя, который погубил около сотни человек. Точное количество жертв до сих пор неизвестно. Аварийно-спасательные работы удалось начать лишь через два часа, когда пламя немного утихло. Меня зовут Тимофей Баженов, и я пытаюсь разобраться в том, как устроен мир. Я от всего сердца благодарю вас, дорогие друзья, за то, что вы смотрите мою чудо-передачу. И прошу вас активнее подписываться на мою официальную страничку в сети Инстаграм. Тимофей Баженов официал. Там я вступаю в переписки со всеми, с кем считаю нужным. Ну, то есть со всеми вступаю. Кто хамит, тому хамлю. Кто приятности пишет, тому приятностями отвечаю. А кто спрашивает, как мир устроен, рассказываю, как с моей точки зрения устроен мир. В любом случае, активнее подписывайтесь, активнее комментируйте мои публикации, и вы увидите, что в нашей с вами коммуникации будет настоящий прорыв. Вы сможете не только узнавать новое, но и влиять на мою телевизионную деятельность, изменять передачу так, как вам хотелось бы ее изменить. Жду вас. Баженов Тимофей Официал. Инстаграм. Баллистические ракеты, которые невозможно остановить. Как самое страшное оружие стало гарантом мира на Земле? Это сейчас и называют убийцей авианосцев. И можно ли гигантские запасы ракет использовать в мирных целях? Первые конструкторы предлагали использовать ракеты для быстрой доставки почты. Об этом через минуту. В финале программы «Как устроен мир». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ракеты в нашем мире летают не только в космос. В военном деле они могут быть очень эффективными разрушителями. Это стало понятно еще во время Великой Отечественной войны. Разработка реактивного оружия велась в Союзе с 1921 года. А в марте 1941 были проведены первые успешные испытания установки БМ-13. Под таким названием будущее «Катюша» проходило в военном ведомстве. К боевой службе машина реактивной артиллерии приступила уже в июле, как только началась война. «Катюша» с честью прошла всю войну и дошла до Берлина. И надо сказать, что оружие-то достаточно простое. Реактивные снаряды, которым можно задать только направление при помощи рельсовых направляющих. Но «Катюша» брала не меткостью. Она накрывала целые площади, наводя ужас на противника. После войны реактивная артиллерия продолжила развиваться. И в 1963 году на вооружение был принят еще более разрушительный «Град». Эта боевая реактивная система легко поражает бронетранспортеры, минометные батареи и командные пункты противника. В мире не так много стран, которые обладают подобным оружием. Но, конечно, есть ракеты и помощнее. Основными, наверное, такими два государства, которые обладают мощным ракетным вооружением, это являются Соединенные Штаты Америки и Советский Союз, теперь Россия. Но основная классификация – это по принципу применения. Это земля-земля, земля-воздух, воздух-земля и воздух-воздух. По масштабам применения – это тактическое ракетное оружие, оперативно-тактическое ракетное оружие и стратегическое ракетное оружие. Небольшие размеры и высокая скорость – это факторы, которые делают ракету неуязвимой. Также современные системы самонаведения и навигации дают боевым ракетам большую точность, высокую маневренность и хорошую дальность полета. Ракеты систем противовоздушной обороны малой дальности, они тоже достаточно невелики, но у них задача действовать против целей таких, как беспилотники или вертолеты и так далее. Средние и большие дальности – это уже серьезные ракеты, они бьют на очень дальние расстояния, но опять же их задача именно уничтожать аэродинамические цели, ну это самолет или беспилотник, либо баллистические цели – это вот ракеты. С недавнего времени на вооружении России стоит уникальная гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон». Во время испытания она достигла невероятной скорости – 9 тысяч километров в час. Ракета сама по себе носится по воздуху в такой скорости, что практически ее можно обнаружить, отследить невозможного ее перемещения. Это сейчас ее называют – убийца авианосцев. То есть мы получили абсолютное превосходство над авианесущими группировками противника. Второе – «Циркон» является очень мощным средством противовоздушной и противоракетной обороны с нашей стороны, так как он способен в мгновении отражать нападение противника на наши войска. Аналогов в мире пока нет, хотя там говорят якобы и китайцы начали ее делать, и американцы. Но пока мы являемся единственной страной в мире, в которой получилось супероружие. Еще одно грозное оружие – баллистические ракеты подводных лодок. Эти ракеты размещаются на подводных лодках. Где они находятся, знает только главные командования, которые их отправляют на эту задачу. Например, при Советском Союзе американский генерал, с которым я разговариваю, сказал так. Для нас всегда была головная боль, когда ваши атомные подводные лодки в Баренцевом море, где они сплывут, мы не представляли себе. Чтобы запустить баллистическую ракету, лодке необходимо было всплыть. Момент всплытия является разведывательным признаком и уязвимым местом, когда можно эту лодку поразить. Сейчас атомные подводные лодки, которые находятся на вооружении из Штатов и нас, осуществляют пуски из-под воды. А следить их практически невозможным в момент пуска – это является, я бы сказал, наверное, неожиданностью для противоброса со сторон. Почти все баллистические ракеты подводных лодок – атомные и оснащаются разделяющимися головными частями, способными поразить сразу несколько целей. Американский принцип применения ядерного оружия состоит в том, что одна ракета – одна боеголовка. У нас был принцип другой довольно долго, то есть РГЧ – разделяющаяся головная часть. Такая ракета, естественно, ее перехватить невозможно. Меня зовут Тимофей Баженов, и я пытаюсь разобраться в том, как устроен мир. Нацистская Германия рассматривала ракеты как оружие будущего, которое окончательно и бесповоротно закрепит власть Третьего Рейха на планете. Немцы тратили огромные ресурсы для разработки и производства первых в мире баллистических ракет дальнего действия V-2. Однако боевая эффективность устройств оказалась довольно слабой. От их бомбардировок людей погибло куда меньше, чем на немецких заводах от производства. Вот так устроен мир. Баллистическими ракетами обладают такие сильные в военном плане страны, как Россия, Америка, Великобритания, Франция, Китай и Индия. Но недавно о причастности к этому клубу заявила Северная Корея. Государственные средства массовой информации КНДР представили свою чудо-ракету как самое мощное оружие в мире и даже показали ее во время военного парада. В 19-м году он продемонстрировал ракету, якобы, которой должны оснащаться подводные лодки, могущество, которое позволяет, ну, где-то приблизительно 5,5-6 тысяч километров. Если мы посмотрим по картам, это достигает любой точки Соединенных Штатов Америки. Самое интересное, что военные эксперты, в том числе и наши, склоняются к мысли, что возможно, что это политический блеф. Может быть и блеф, но как ни крути, в Северной Корее все-таки есть что запустить в воздух. Сегодня самое главное не просто наличие ядерного оружия, а современные средства его доставки до цели. Сбросить бомбу, как это было с Хиросимой, уже не получится. Это редкое видеоиспытание северокорейских противокорабельных ракет. Самыми грозными, конечно же, остаются ракеты с ядерными боеголовками. Сама ядерная боеголовка, основа ее составляет в том, что находится определенное количество различных веществ, это урана или плутония, которые при встрече с целью или заданной высотой, или заданные временными показателями, происходят подрывы. Энергия взрыва характеризуется световым излучением. Температура в эпицентре достигает 10 тысяч градусов по шкале Цельсия. Далее идет чудовищная ударная волна. Ну и, естественно, заканчивается все радиоактивным заражением, которое убивает все живое. На сегодняшний день только одна страна в мире применила ядерное оружие, сбросив в 1945 году две атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. Будем надеяться, что это был первый и последний раз в истории человечества. Меня зовут Тимофей Баженов, и я пытаюсь разобраться в том, как устроен мир. Еще в первой половине 20 века первые конструкторы предлагали использовать ракеты для быстрой доставки почты. В конце 50-х американская почтовая служба даже сделала пробный запуск крылатой ракеты с подводной лодки, у которой ядерная боеголовка была заменена специальным почтовым контейнером. Реактивный почтальон успешно доставил корреспонденцию по месту назначения на базу ВС США во Флориду. В нашей стране тоже проводились подобные эксперименты, но технология не прижилась слишком дорого и хлопотно. Но в эпоху интернета вряд ли кому вообще взбредет в голову отправлять бумажные письма на реактивном двигателе. Вот так устроен мир. После того, как боевые ракеты приняли на вооружение, встал вопрос о том, как от них защищаться. В первую очередь он был актуален для главных противников – Советского Союза и Америки. Для этого у нас уже имеется целый набор таких определенных средств, как это С-400, С-500. Это система противоракетной обороны, имеется в виду система постоянного радиолокационного слежения и разведки, система управления войсками и оружием, космические элементы противоракетной обороны, которые предупреждают о старте и полете ракет в нашем направлении. Тот же Циркон, который находится на вооружении, сейчас стал уже на боевое дежурство. Есть три варианта применения противоракетной обороны. Первый – круглосуточная разведка. Расчеты мониторят воздух и космическое пространство, чтобы обнаружить ракету противника во время старта. Именно в этот момент она уязвима, так как еще не набрала скорость и не вышла на расчетную траекторию. Соответственно, ее можно сбить. Второй вариант – уничтожение ракет во время их движения по заданной траектории. Как правило, есть специальные приборы, которые захватывают старт ракеты, потом ее полет, когда она выходит на траекторию, просчитывают эту траекторию и определяют точки встречи, где можно под ним нанести ракетные удары, и они будут уничтожены. Ну и третий вариант – это когда ракета уже вышла на цель и начинает спускаться. Даже в этот момент еще не все потеряно. Угрозу можно уничтожить, когда она входит в плотные слои атмосферы. Впрочем, до такого лучше не доводить. Меня зовут Тимофей Баженов, и я пытаюсь разобраться в том, как устроен мир. Конечно, это не все, что мне известно о ракетах, а лишь то немногое, о чем я счел нужным поделиться с вами сегодня. Бамбуковая трубка с порохом эволюционировала в многотонного монстра, который помог человеку оторваться от Земли и отправиться на исследование Вселенной. В ближайшее время ракеты вряд ли потеряют свое значение, потому что ничего лучше человечество пока не придумало. Может быть, будущее что-то изменит? Посмотрим. А пока будем дальше с помощью ракет изучать, как устроен мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok